Здравствуйте, дорогие друзья! На примере моей яблони Кандили Орловский посадил я ее двухлетним саженцем в 2018 году. Сейчас на дворе 2023 год. Я живу в московском регионе, поэтому все свои рекомендации я могу делать, только точнее не могу, а делаю из лично своего опыта. Возьмем для примера яблоню два вида. Это бывает плодовое дерево, а бывает декоративное яблоня. Если вам не нужны плоды, то выберите декоративное растение, чтобы не мучиться потом и не сбагривать, посадив 10 яблок, никуда эти яблоки деть. Сразу говорю, я даже снимал отдельный ролик, больше двух яблок не сажать. Сорта выбирайте зимние, которые будут лежать. Понятно, что если вы хотите яблочки летом поесть, то их, понимаете, будет очень много, вы их не будете успевать съедать, и лёжкость у этих сортов, у летних, обычно, ну никакая. У меня, например, мой любимый сорт это мельба. Но о чём следует думать, прежде чем посадить дерево, насколько вы готовы его обрабатывать и защищать от той же самой парши. Парша у нас повсеместно присутствует, и поэтому защищаться от неё можно только химическими методами обработки. В этом году я решил попробовать не обрабатывать свой сад от парши и вот этих всех мучнистых бед. Видите, кандиль орловский у меня стоит прекрасно. Ни одно яблочко, как говорится, не пострадало при этом. Давайте вот это. Оно ещё не готово, конечно. Я снимаю в конце августа. Вот такая форма плодов. Абсолютно чистое яблоко, учитывая то, что я его ничем, эту яблоню, не обрабатывал в этом сезоне. Поэтому при выборе сорта обязательно берём районированный сорт и обязательно, на что обращаем внимание, на устойчивость к парше. Потому что это очень важный фактор. Также при выборе саженца обращаем внимание на период его выкопки. То есть вам эту информацию, скорее всего, никто не скажет. Но так как люди все ленивые, они выкапывают саженцы в 99% случаев осенью. Это речь идёт о открытой корневой системе. Потому что осенью сухо, достаточно чисто и можно спокойно сходить на поле, выкопать этот рядочек километровый саженцев и, конечно же, пустить их в продажу. Всё, что не продастся, пойдёт на зимнее хранение, куда-то прикопается, либо будет укореняться в какие-то контейнеры. Это будет называться закрытая корневая система, что не совсем правильно, потому что это выкопанная яблоня с открытой корневой системой, либо какое-то другое дерево и уже повторно укоренённое в горшке. Это не совсем хорошо, потому что в горшках применяют в 99% случаев просто торф, смешанный в основном с перлитом. В таком случае он у вас будет работать изначально при посадке, как водяной адсорбер, и собирая в него влагу будет, вот у меня глинистая почва, например, да, и если я возьму большой ком торфяной, то водичка, понимаете, туда будет вся скатываться, получится, грубо говоря, стакан, и в этом стакане будет корневая подгнивать. Когда адсорбируется вот эта вот почва, точнее, адгезия произойдёт, как бы она заместит основная почва, вот эта вот совместится со всем под действием осадков, всевозможных погодных и микро вот этой флоры, так сказать, которая обитает у нас в грунте, червяки и всё тому подобное. Конечно же, бывают саженцы в сетках, которые выкопаны, но помните, что наши почему-то питомниководы, питомниковеды в основе своей, они ленивые и перешколку не делают, то есть они один раз выкапывают дерево, а по технологии такой, и его надо, по-моему, ежегодно, а то и по два раза выкапывать и пересаживать для того, чтобы он не стрессанул и не нарастил широкую сразу максимально корневую систему, а держался в определённом объёме. Но один из важных факторов, который ограничит вас в выборе, это размер вашего участка, потому что подвой определяет размер вашего дерева. Бывают семечковые подвои, это подвои выращенные из семечки, и привитые на него какой-то сорт, это самые медленно выходящие на плодоношение сорта будут, то есть виды деревьев, я бы и так это назвал, и, соответственно, самые высокорослые. И вот в таком случае раскроется весь потенциал сорта. Бывают клоновые подвои, полукарликовые всевозможные, ну и, грубо говоря, клонируют, укореняют черенки и на них прививает уже сорт. Также бывают сорта колоновидные, они место занимают у нас минимум, и бывают ещё сорта у нас на карликовом подвое, которые не вырастают высокими, они в пределах двух-трёх максимум метров, а то на карликовом подвое ещё меньше, то есть до полутора-двух метров, то есть с меня, ростом и не более того. Если вы такие деревья сажаете, будьте готовы к тому, что они проживут у вас максимум 25 лет на участке, это при лучшем сечении обстоятельств. Также важным фактором будет являться выбранная формировка дерева, потому что это будет определять, какой размер оно займёт у вас на участке. Вот это дерево я формирую лидерной схемой, но видите, центральный лидер под весом плодов немножко накоренился, и чтобы вообще дерево не упало у меня, я его подпёр доской 50 на 150, и после этого оно под весом плодов как бы не падает. Но если вы захотите форму крона у дерева как чаша, выделяйте ей в два раза больше места, потому что она будет раскидистая, и прочитайте описание вашего сорта, который вы выбрали, потому что у каждого сорта своя как бы природная раскидистость, нераскидистость. Вот кандиль-орловски у этого дерева ветки не стремятся прям вверх уйти, как у, например, некоторых сортов белый налив, например, они вот вертикально, как груши, грубо говоря, уходят. Поэтому читаем описание сорта, какая у него крона, и пытаемся помочь дереву сформировать правильную крону, которая будет отвечать её физиологии, яблони той же самой, и вашим потребностям. Так как даже лучше посадить дерево, ту же самую яблоню, на мой взгляд, лучше сажать осенью. Во-первых, если вы покупаете саженец, который будет немножечко подешевле, с открытой корневой системой, не путайте вот эти все саженцы, которые все едки всевозможных вот в этих вот, таких вот маленьких, это все с открытой корневой системой, транспортный вот этот вот мох, торф, вот эту вот жижу какую-то там, это все смываем, саженец замачиваем и сажаем уже. Почему осенью? Да потому что его только что выкопали, и чем быстрее вы его посадите на постоянное место, тем лучше. Но если у вас, допустим, есть возможность взять этот, купить саженец осенью, но нет возможности посадить, то хотя бы его прикопайте в землю, то есть положите под углом 45 градусов и прикопайте с землей. А весной уже пересадите, но весной сажать саженцы с открытой корневой системой необходимо вот в марте месяце, потому что основной пик роста корневой системы у деревьев это апрель, вот в нашем регионе, в Московском, и где-то сентябрь, октябрь, осенью. Вот два таких основных пика. Есть еще летнее, но летом оно не всегда растет, зависит очень сильно от погоды, хватает ли влажности. Кстати, в августе обязательно сделайте влагозарядковый полив, если у вас засушливый сезон в этот месяц получается. Но если вы приобрели саженец с закрытой корневой системой в контейнере, то его сажать можно в любое время года, хоть зимой, если у вас есть возможность, конечно, выкопать ямку. Просто зимой необходимо учитывать то, как вы ее выкопаете, насколько оно даст усадку. Самое главное при посадке, это не заглубить корневую шейку. Я, по-моему, во всех роликах про деревья об этом повторяю и не перестану повторять. Кстати, можете подписаться на мой телеграм-канал, там вы можете задать вопросы в прямом, как говорится, режиме. Скинуть фотографии, можем вместе посмотреть, подумать, что там, если какие-то проблемы с деревьями, с садом, с огородом вас беспокоят. Итак, посадив дерево осенью, вы сразу делаете естественный отбор, выживет, не выживет, потому что в век современной логистики, вот у нас чего-чего, а логистика у нас хорошая. То есть вы заказываете саженец в интернете, там питомник напишет такой-то, там хороший, нехороший. Откуда на самом деле приехали эти саженцы? В фуре, там, с южных регионов России, с того же Курска, да, грунт будет сильно отличаться, будут отличаться погодные условия очень сильно, и поэтому саженец не будет районированной. В лучшем случае это приехать куда-то там, к дедушке какому-то, который разводят у вас в регионе, прямо рядом. То есть у него такой же грунт, потому что в том же самом Подмосковье есть три вида грунтов, песчаники, глинистый грунт и торфянники. Лучше брать именно вот в том регионе, в котором вы находитесь, с такими же условиями. То есть шанс дереву прижиться будет намного-намного выше. Поэтому, когда вы хотите посадить плодовые деревья, обязательно подумайте несколько раз, почитайте литературу, какой сорт вам больше всего подойдет. Но я еще раз повторюсь, на мой взгляд, лучше всего сажать осенние и зимние сорта, которые у нас выходят на плодношение, точнее не на плодношение выходит именно, а вот эти вот плоды у нас становятся товарной, как говорится, спелости вегетативной. Уже ближе сентябрь, октябрь вы их можете положить на хранение. Но, честно говоря, хранить их очень проблематично, потому что с картошкой вместе их хранить нельзя, будет запах передаваться. То есть яблоки будут запахом картошки, а другие овощи и фрукты, так как яблоки, выделяют этилен. И он способствует созреванию тех плодов и, соответственно, дальнейшему быстрому гниению, порчению. То есть если вы хотите много яблок, у вас должен быть отдельный, грубо говоря, холодильник, потому что просто погреб не пойдет. В погребе в основном всегда около 5-6 градусов тепла, ну во всяком случае у меня. А для яблок, для хранения нужно около 1-2 градусов тепла, тогда они хранятся до, там я смотрел таблицы есть хранения яблок, они хранятся вплоть до июня месяца спокойно, многие из сортов, которые можно спокойно вырастить у себя на участке. Ну и если вы хотите просто немножечко яблок, посадите яблоньку на клоновом подвое, и вот эти вот там 20 яблочек вы сможете спокойно сохранить в холодильнике, пока вы их не съедите. Потому что вы сами будете знать, если выберете дерево, которое не требует обработок, устойчивое к парше, то что химозы вы никакой туда не льете, не сыпите. Красота, которая растет просто сама, грубо говоря, по себе, от вас требуется только купить саженец, купить участок, посадить саженец, несколько раз его полить, несколько раз его сформировать и наслаждаться вот такой вот красотой, которой вы можете каждый день просто любоваться на эту яблоню и, соответственно, вкушать ее плоды. Дорогие друзья, вам, как всегда, в завершении ролика я пожелаю здоровья, а все остальное приложится. Ну и поставьте, пожалуйста, лайк, вы же досмотрели ролик до конца. До свидания, до новых встреч!